В номинации лучшая коррекция аксессуаров Награду вручает генеральный директор телеканала Russian Music Box Наталья Багинова Победитель бренд ЗВАДА Браво! Аплодисменты! Не улыбай! Аплодисменты! Субтитры делал DimaTorzok У нас самый интересный, самый веселый ведущий Борис Черкасов Добрый вечер! Согласны вы на БЛИЦ опрос? БЛИЦ! 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 Я готов! БЛИЦ! 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 Б На все мероприятия? Я его и надеваю на все мероприятия, это этот. А это дизайнер какой-то или нет? Лена должна быть. Самая классная и веселая песня? Самая классная и веселая песня, та, под которой хочется танцевать, настроение поднимается. А как остаться всегда на позитиве? Секрет? Нет. Никакого секрета здесь нет, просто нужно любить весь мир, никогда ни на кого не злиться и не держать за пазухой негатива. Вот как я. Джаз или опера? Оперный джаз. Ничего себе. Ничего себе. Сочетание. Очень интересное сочетание. Так, что самого запоминающегося было в этом сезоне на подиуме? Сам подиум, он реально запоминающийся, я его даже во сне вижу. Вам правда снятся сны, про эстет, фэшн-вик? Да, конечно, и на нем женщины, женщины, женщины. А как же мужчины-дизайнер? Вот один даже взял один из главных призов. Не, отлично, это хорошо, когда мужчины-дизайнеры, значит, ну, девушки, не бейте меня, но говорят же, что лучшие повара-мужчины, лучшие дизайнеры-мужчины. Шучу, шучу, шучу. Не, отлично, это хорошо, и мужчины-дизайнеры, и женщины-дизайнеры, все молодцы, все просто молодцы. А лучший вес? Вес, лучший вес, какой для вас? Лучший вес, смотря чего, если золото, то, конечно, тонну хорошо, вот, а виски, литр, а это не вес, да? Что, еще вес, вес, какой вес? А у человека оптимальный вес? Тот, который не напрягает. Тот, который не напрягает? Ну, который не напрягает, а который можно взять на руки и пойти. Вы, как ведущий, видели множество различных дизайнеров, различных украшений, нарядов, что запомнилось больше всего за пятнадцатый сезон? Как девушки переодеваются за кулисами. Я не могу профессионально, по профессиональному этикету, я не могу выделить никого из дизайнеров, поэтому простите. Ну, ничего страшного, нам подойдет этот ответ. Я думаю. Ну, и что бы вы пожелали ювелирному дому Эстет и Эстет Fashion Week в целом? Я пожелаю и Эстет Fashion Week, и ювелирному дому Эстет оставаться такими же гостеприименными, как они есть. Дело в том, что, по моему мнению личному, да, Эстет ломает шаблоны недели моды. Здесь нет конвейерных показов один за другим, один за другим. Здесь действительно такое большое семейное, дружеское, очень уютное мероприятие. Я в восторге от этого. Думаю, на этой позитивной ноте. Что, весь Близ, что ли, я еще хочу? А, еще хотите? Еще хочу. Дайте Близ, дайте Близ, Близ, дайте две. Расскажите самую, такую историю, самую эмоциональную, возможно, из вашей жизни. А это когда я за кулисы забыл выключить микрофон и начал на кого-то ругаться, и отнюдь в непечатных выражениях. Это было жестко. А был на неделе моды Эстет Fashion Week в этом сезоне такой случай, когда вышла группа, насколько я помню название ее, аниме, и у одной из вокалисток не работал микрофон. Вы заметили это когда, и почему решили поступить так и вынести свой? Ну, во-первых, это дети, да, и выходя на подиум, насколько я понял, кто-то случайно нажал кнопочку на микрофоне, и он замутировался. Вот, ну а как еще нужно было? Конечно, нужно было идти, выйти, помочь. Я когда услышал, что не работает режиссер Дарья, услышал, он сказал, Боря, быстренько выходи с микрофоном, все моментально, вышел, отдал, и все исправилось. Зато их запомнили все. Это клевый пиар-ход был на самом деле. Да, это точно. Их все запомнили, они пели второй раз, пели очень круто. Ну, и, наверное, такой вопрос. Про какой-то такой случай, да, на подиуме, не только такой экстренный, а может быть какой-то забавный. Что было бы интересно послушать всем? На самом деле из этих случаев, которые происходят на подиуме, реально можно написать книгу. Для кого-то они забавные, для кого-то нет. Ну, сколько, 8 сезонов, ой, да, 8 сезонов я уже здесь. В случаях было много. Ну, на вскидку не могу сейчас такого что-то вспомнить прямо, ой, ой. Но в каждой неделе, может, конечно, что-то происходит, и это добавляет изюминки. От этого интересно. Представим, что ваши дети на эстет Fashion Week идут по подиуму или поют. Какая ваша реакция? Ну, какая моя реакция? Я стою за кулисами, переживаю, нервно тереблю полу пиджака и думаю, так только бы не оступился, только бы правильно все спел, поэтому нормально. А если бы вы были дизайнером, какую коллекцию вы бы создали? Вот, знаете, кстати, это мысль, и я об этом подумываю. Да ладно, шучу, еще дизайнером мне не хватало заниматься. Но я бы создал коллекцию для ведущих мероприятий, честное слово. Иногда печально смотреть на этих ребят, хочется сделать из каждой конфеточку, помочь. Половина, как говорится, чувствует стиль, половина нет. И я бы, наверное, для них сделал какую-то коллекцию таких, ну, крутых ведущих. А что такое для вас стиль? А в словах? Да тут слов не нужно, просто посмотрел и все. Самый стильный ведущий Борис Черкасса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok